наконец-то наконец-то у нас в гостях всеми известный всеми любимый вы так этого гостя с утра до ушали и он здесь нурбек байке нурбек одышев путешественник рыболов ну легче на представить над горой так сказать да и канал над горой в ю тубе вопрос какой конечно о рыбалке когда последний раз были на рыбалке времени на нету ну неделю тому назад где ноги были это вот вообще я обычно не рассказываю куда я хожу потому что куда я хожу там обычно девственные места бывают не хотелось бы чтобы люди многие люди массово знали потому что это нормально свои места не никогда не это с одной стороны но с другой стороны не хотелось бы чтобы очень много посетителей этих мест было потому что эти места до относительно не тронуты поэтому но это где-то центр кыргызстана получается ну многие телезрители если не знают вас было видео еще год назад где вы пешком прошли 350 километров и вот мне всегда думал если вас встречи и спрошу не было ли страшно вы всегда один в горах все-таки у нас горах живность тоже нравится ну самая большая опасность горах это если одному путешествовать то это вывихнуть ногу или сломать светом с ногой проблемы в общем если произойдут тогда вот это это очень опасно если знать повадки животных то никаких проблем потому что летом дикие животные они сытые бывают и обычно не нападает волк тем более потому что долгое вот это вот сожительство если можно так сказать с человеком заложила в них инстинкт боязни страха перед человеком человеческим родом и из-за запаха они не нападают вот но инстинкт голода превышает инстинкт страха поэтому бывает так что зимой они несмотря на страх инстинкт страха перед человеком они нападают на домашних животных несмотря на то что рядом люди живут а какие меры безопасности вы используете меня часто спрашивают об этом но у меня может есть такой небольшой можно сказать кухонный нож кухонный вот но на самом деле такой туристический ножик просто знаю повадки животных как-то знаю что животные не нападут просто так и а в тех местах где медведь например нужно просто дать о себе знать издалека то есть уметь побольше просто шуметь нельзя я смотрел один фильм где тоже турист один вы наверное все знаете упал до в каньон и озаривал между камнями да так на реальных событиях вот и какие меры именно безопасности вы используете для того чтобы сохранить свою жизнь в дикой природе независимости от животных возможно да если произойдет какой-нибудь плохой случай что вы будете делать ну на самом деле долгий опыт у меня пребывание в горах например ну с детства почти люблю часто бывать горах и что предпринимаю я шагаю очень осторожно например да то есть ну это может быть как-то банально звучит но перекладываешь когда ногу перекладываешь ты не на полную силу перекладываешь да примеру то так пол силы чтобы знать там чего-нибудь не выпадет камень под тобой не упадет ли вот не сорвется ли камень тараз во вторых есть еще правило такое там чтобы у нас получается две ноги две руки и чтобы обязательно должна быть должна быть фиксация на трех конечностях когда идешь по горам то есть лазы лазаешь по горам то фиксация на трех конечностях это два вот ну вот такие нюансы и что еще и им свой маршрут заранее я своим родным отдаю вот вот маршрут я должен за столько-то дней за столько-то выйти отсюда и потом позвоню даю на где-то день полтора на то чтобы они как бы подождали еще вот я выхожу и связываюсь с ними ну и почему именно форелью почему именно спортивная рыбалка почему не карп не такая вот фидером скажем почему не карповая ловля чем вас привлекает именно ну то что это горная рыбалка во первых нужно много ходить принципе я когда-то тоже рыбачил в прудах в озерах тоже нравится ну как вы знаете у меня же два увлечения получать связанных это горы путешествия и разве в горах счастливых это ну карпа и не бывает да у меня вопрос как а девушки вы не устояете сидеть там часами ждать эту руб так я не сижу не сидите нет я скажу этом прелесть да форели форелевая рыбалка называется это не рыбалка это охота это охота за пятнистым хищником так называется ну и конечно мне интересно и расскажите как ты назвала самого спиннер спиннер есть у моего сына расскажите потому что это прекрасно на что вот по виду такая легкая тоненькая по цене она дороже чем все ваши платья блузки и сумочки могут быть на самом деле да ну может быть но спиннинги да это короткий спиннинг несколько спиннингов есть все зависит от назначения то есть и условий если условия это маленькая речушка и очень много кустарников вокруг то лучше взять поменьше удочку потому что будет удобнее и принципе недалекие расстояния забросы можно делать недалеко вот а если река большая как по камеры например на рынок тогда уже нужна удочка чуть побольше чтобы подальше закинуть и еще здесь как есть такой показатель характеристика такая успенинга это тест называется тест служит для для чего это зависимости от приманки если от веса приманки тест и чем ниже те тест тем легче можно забрасывать легкими приманками полчать и вы занимаетесь рыболовственной юно в горах путешествия в какое время и в какой период именно дня вы начинаете ловить рыбу что мы к вечеру ужин был пыток вообще у рыболовов принято что утро и вечер это такое хорошее время для клево но но мне кажется я думаю многое зависит от температуры воды и по утрам если чересчур холодно рыба не очень клюет в горах а вот ближе к вечеру если вода щеки температура повышается и может лучше клевать еще один нюанс это солнце например когда слишком яркое солнце форель прячется открытся до под камни под кусты который нависает над водой надо рекой вот и и бывает что даже днем когда ну полный полдень когда полную облачность определенная чуть темнее менее солнечно рыба тоже хорошо клюет бывает много факторов давление говорят про давление ну да да ну давление связано с чем давление связано с тем что там через какое-то время дождь может пойти правильно это взаимосвязанные вещи поэтому может быть после дождя говорят хорошо клюет может не от давления фактором является то что дождь прошелся да и смыло определенные скажем берега оттуда это ну разные черви там малюта эти насекомые в воду попали вы сказали что не хотите говорить именно места где вы рыбачите это нормально для конечно каких частях частях нашей страны вы уже побывали принципе во всех областях я бывал единственное получается я не рыбачил в таласской области не рыбачил и в лилеке я не бывал это район банкенской области да только там а в остальных местах везде я бывал и вот прям у нас форель во всех горных рыбах и вместе вот мне вот сюда и было интересно вот я знаю что в нарыне есть пока меренье потому что и знакомые едят рыбачьи тут сожалению меня на форелью рыбалку так не получилось еще но удочки все все снасти есть от воблеров до вертушек я уже все накупил все стоит лежит ждет своего времени могу сказать так что не везде конечно форель есть в той же подкинской области мне кажется нету форели а в остальных областях везде есть форель форель вообще она не является эндемиком крыгстана единственное место где форель у нас эндемик то есть рыба которая спокон веков как бы сама и никто ее не запускал это алайская долина чумалай получается потому что оттуда берут там истоки амудари амудари и амударя впадает ворал есть и там водится амударинская форель амударинская форель которые у нас умное словечко есть интер дуцировали здесь у нас то есть запустили в нашей речке но для этого должны быть у речек соответствующие условия вот еще у нас запустили сиванскую форель сиванская форель на исекуле счет в сороковых годах по моему прошлого века еще где а ну и в нарын там тактагульское водохранилище и все речки которые впадают в нарын и речи который впадает высокой озеро то они это сиванская форель которая у нас акклиматизировалась и нормально уже потихоньку все равно знаю где ну а самая крупная трофей ваш какой был трофей у меня самый первый видеоролик вот вот это мой самый большой трофей многие там рыболовы при встречах там когда байки или не байки не знаю но в кваскаются там 5 килограмм там 4 килограмма нет у меня не получилось меня ну наверное около 3 килограмм наверное то форель было это же мы-то знаем какая форель не так это искусственно выведены да да форель другая там а про путешествия вы путешествуете целый год или только летом целый год путешествую бывает что зимой но единственное единственное что невозможно зимой на ну может быть кому-то возможно мне невозможно это через перевал большие переходить потому что зимой холодно там бывает и заснеженно температуры низкие поэтому не очень тяжело да а как вы можете переночевать в горах палатки вот последнее видео когда я смотрел это получается был такой склон но было красиво действительно речка такая буквально позавчера в понедельник вышло это видео если я не ошибаюсь да воскресенье по моему ведь ночью по моему да и там было такое классное место то получать гора такая речка и в той стороне получать ночевали и вот да 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 ну принципе для ночевки нужно ровная поверхность так квадрат под голову квадрат камнем укрылся квадрат 2 на 2 на 2 2 на 2 и я смотрю на небо есть облачность есть определенная то или погода как-то ветерок там меняется погода то я ставлю палатку если нет на открытым не под открытым небом рассылаю себе коврик спальный мешок и ложусь на голову вещи свои и и обязательно за разжигаете костер чтобы животные подходили или это вот вранье что нужно разжечь костер на от запаха дыма я очень редко разжигаю огонь на самом деле у нас я же получается выше уровня альпийских лугов поднимаясь а там мало бывает деревьев единственная арча может быть до 2300 это над уровнем моря ну еще выше вот и у меня есть свой комплект газовый набор такой очень удобно все есть всегда многие думают что в гору надо идти там как выживальщики какие-то но я скажу что это очень опасно как выживать потому что добыть еду в горах и живности на самом деле мало кроме горных козерогов там и определенных горных животных в тайге я бы еще там же леса много а у нас горы получается так что не особо разжигаю газ газовый набор использую это очень удобно и быстрее когда время экономишь на том чтобы побыстрее перейти определенный участок вот ну и конечно мы понимаем что форелевая рыбалка какая рыбалка какую рыбалку бы вы еще хотели попробовать впереди потому что с каждым разу когда человек рыбачить многое время становится интересного новая 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 да я понимаю понимаю вас но у меня как бы чуть-чуть другом направлении это получается человек сначала ловит может быть форель потом там ленок есть такой родственник фореля только где-то где-то в сибири или в монголии там есть таймень ну таймень хозяин да может быть хотелось бы там монголью поехать порыбачить то есть это и меня до на рыбалку а морская рыбалка когда не ловят марлина парусника к сожалению совсем не интересует почему-то да меня все таки определенные скажем как сказать определенная природа меня интересует море меня не очень увлекает меня больше может быть пол степи степи пустыни особенно горы меня больше не интересует но я как понял вы больше сами по себе со своими мыслями как-то да бывают моментами что хочется как-то вдали от города от суеты этой отдохнуть уйти в себя очень много времени бывает на то чтобы думать ты идешь автоматом как когда водишь машину уже когда уже определенные навыки приобрел да ты уже не думаешь о дороге особо да ты можешь не понять где ты едешь чё как но у тебя навыки отработаны так и у меня например иду в горах например да могу думать о философских вопросах а быть смысле жизни может быть и не думать а вообще ага но бывают моментами красивое место попадается это сидишь ноги свесив и как бы с горы под тобой пропасть смотришь вверх там пик какой-то там ледники и сидишь и размышляешь о бренности бытия а как пришла вот это чтобы открыть свой youtube канал или это было как-то все таки спланированная сейчас как это было я 10 лет в россии прожил 10 лет прожил в россии и меня была тоска по горам наш я когда здесь ты живешь горы близко и тебе не кажется что это что-то такое там всегда постоянно сталкиваешься бываешь гора вот где-нибудь куда-нибудь поеду например где гор нету да и тоска вот скучаю по горам и вот когда был в россии жил я приезжал конечно раз в год например и зарекся что поеду в иргызстан и буду вот так обойду все горы нашими и вот как бы выполняю задачи мне очень приятно самому так ходить горах ну что ж дорогие друзья напоминаю что нас гостях был нурбек адышев путешественник рыболов всеми известный смотрите в ютюбе над горой замечательные видеоролики где рыбачите путешествуете